Сегодня состоялось первое заседание обновлённого кабинета министров Омской области. Напомним, что с приходом нового губернатора Виктора Назарова в правительстве произошли изменения. Только два прежних министра сохранили свои посты. На место министра государственно-правового развития Омской области пришёл Александр Бутаков. Это ведомство он уже возглавлял до своей отставки в 2009 году. Виталий Эрлих перешёл на должность министра сельского хозяйства и продовольствия, которую занимал ныне покойный Владимир Раров. А пост министра строительства и ЖКХ возглавил Станислав Гребенщиков, бывший директор управления благоустройства Ленинского округа. Минэкономику теперь возглавляет Александр Трипель, сменивший на этом посту Игоря Мураева. Министром образования назначен бывший глава Омского муниципального района Сергей Алексеев. Занимавший ранее этот пост Ирина Прозорова отстранена от должности. Министра труда и соцразвития Александра Афанасьева сменил Михаил Детятковский, руководивший главным управлением службы занятости. Министром культуры Омской области назначен бывший директор Омского академического театра драмы Виктор Лопухин. Он заменил Владимира Телевнова. Николай Лебедев, бывший заместитель руководителя регионального управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, утверждён министром природных ресурсов и экологии. На этом посту он сменил Бориса Мышкина. Сергей Шелпаков отстранён от должности министра по делам молодёжи, физкультуры и спорта, а на его место пришёл вице-президент КХЛ Владимир Сараев. Самого дорогостоящего министра здравоохранения Юрия Ерофеева сменил Андрей Староженко, экс-глава регионального Росздравнадзора. На своих постах остались Ирита Фомина, министр финансов и министр имущественных отношений Александр Стерлигов. Судьба 13-го министра Александра Горбунова пока неизвестна. Он по-прежнему возглавляет Министерство промышленности в качестве исполняющего обязанности, но в состав кабинета министров не включён.